Покажите мне документ, который дает вам основание не пустить средства массовой информации в общественное место. У меня нет такого, вы же понимаете, что у меня нет такого документа. Так у вас нет такого документа, вы почему тогда мне не даете работать? Вы понимаете, что вы сейчас нарушаете закон? Понимаю. Не детский парк развлечений, а особо охраняемая территория какая-то. На входе три суровых стража сразу и жесткий запрет. Журналистов внутрь не пускать. Скорее всего причина такой немилости ЧП с трехлетней девочкой. Во время спуска с резиновой горки вокруг ее шеи намотался канат, едва не задушив. От веревки на шее девочки остались ссадины. Мама ребенка в шоке. Все произошло на ее глазах. Женщина говорит, ее поразило равнодушие сотрудников. Пока ждали скорую, к ним никто не подошел. Если бы он был длиннее, например, до конца, да он бы до середины до этой не достал и не обил ей шею. Наверное, в центре нужно подумать о безопасности детей в первую очередь. И дала огласку ей этой истории не хайпануть, не заработать денег, а чтобы многие родители вообще могли представить, что такая ситуация возможна, и оградить своих детей, чтобы, не дай бог, не случился какой-нибудь летальный случай. Не идет администрация центра и на контакт с журналистами. Единственный комментарий в Инстаграме. Женщина, которая называет себя мамой парка, опубликовала видео и рассказала свою версию. Проводим внутреннюю служебную проверку по факту произошедшего. Игровой элемент «Вулкан» исправен, имеет паспорт и все сертификаты безопасности. Собран согласно заводским характеристикам с шеф-монтажом от завода, о чем есть акт. Вчера по факту произошедшего была оказана первая помощь сотрудниками. Администратор комплекса вызвал скорую. Также оказана вся медицинская и информационная поддержка. Составлен акт о страховом случае, так как весь парк и каждый элемент нами застрахован. Но этого вообще можно было избежать, уверена Моника Дёсюше. Она больше 20 лет в сфере детских развлечений. Если бы за ребятнёй следили не только родители, но и сотрудники парка. Я не видела сотрудника площадки в момент, потому что если бы сотрудник площадки был, он бы не допустил одновременной игры на опасном элементе конструкции двух детей, как минимум. Здесь мы видим канат именно лазательный. К лазательному канату применяется одно правило. У него должен быть крепёж сверху и снизу. То есть не болтаться. Он не должен болтаться. За состоянием аттракционов сидит гостехнадзор. А с такими игровыми площадками всё иначе. Пока в таком парке не случится ЧП, их работу даже никто не проверяет. Сейчас же к делу подключилась полиция, прокуратура и следком. Следователями проведён осмотр места происшествия. Оброшена мама пострадавшей девочки, руководитель игрового центра, иные сотрудники. Получены документы, регламентирующие работу аттракционов. После этого станет понятно, правильно ли вообще был установлен игровой элемент и не нарушены ли условия безопасности. При этом на время проверки парк никто не закрыл. Анастасия Тили, Павел Пателицын, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин